МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 июня свой праздник отмечают социальные работники. Эта профессия объединяет специалистов, на чьих плечах лежит ответственная миссия – помощь и поддержка незащищенных слоев общества. Сотрудники Центра обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов работают по нескольким направлениям. Одно из них – социально-бытовое обслуживание на дому. Юлия Рыбакова никогда не думала, что свяжет свою жизнь с социальной работой, но судьба распорядилась по-своему. И вот уже на протяжении семи лет она трудится в Центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. По мнению Юлии, посвятить себя профессии социального работника может далеко не каждый. Работа у нас не из лёгких. У нас у каждого по 7 иногда и больше адресов. Территориальные адреса раскиданы по городу в разных районах. Работа на ногах целый день. В социальной работе важны не только профессиональные качества. Чтобы найти общий язык с подопечными и установить с ними контакт, иногда уходят месяцы. Очень часто социальный работник становится единственным, кто может помочь пенсионеру справиться с личными, житейскими и бытовыми проблемами. У нас есть перечень услуг, которые мы предоставляем. У них тоже этот перечень есть. Они знают, что мы делаем. Это покупка продуктов, газеты покупка, посещение больниц, мы сопровождаем их к врачам, прогулка, если они нуждаются, приготовление пищи, уборка. Знаете, как приятно, когда уходишь, они благодарят. Спасибо большое за вашу работу. Галина Сорокина состоит на учёте в Центре социального обслуживания с 1997 года. За это время Галина Ивановна успела пообщаться с большим количеством социальных работников. Про Юлию Рыбакова пенсионерка отзывается с особым трепетом. Я так довольна и беседую. Вот она придёт, некоторые жалуются, вот другие, бросят и уходят, а мы обо всём беседуем. Любимая работа отнимает у Юлии много времени и сил. Спасает только надёжный тыл – муж и два сына. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желаем всем социальным работникам терпения в нелёгком деле и понимания со стороны подопечных. 17 июля в Сарове пройдёт торжественное освящение храма царственных страстотерпцев. Его начали возводить пять лет назад, хотя сама идея создания в городе такого храма появилась намного раньше. По разным причинам строительство откладывалось. А когда началось, работу сначала планировали завершить за два года, потом за три. В итоге храм во всей красе предстанет перед горожанами к столетию со дня гибели царской семьи. Николай II был инициатором прославления преподобного Серафима Саровского. Он лично нёс раку с мощами, а царица Александра вышла покрывало, которыми мощи укрывались. Вся венциносная семья присутствовала в Саровской пустыне на праздничных мероприятиях, посвящённых канонизации святого. И появление в нашем городе храма царственных страстотерпцев – шаг логичный и закономерный. То, что храм, посвящённый имени последней императорской семьи, здесь уже создался, это является большой данью благодарности царавчан за то, что именно император своей семьёй принял самое активное участие в прославлении батюшки Серафима. И как дань благодарности царской семье, храм возводился исключительно на добровольное пожертвование горожан. Всежелающие могли поучаствовать в строительстве по мере сил и желания. Работы ещё много, и каждый ещё может успеть внести свою лепту в создание храма царственных страстотерпцев. Кто-то финансами, а кто-то своим трудом. В храме и на прилегающей территории проводятся субботники. Кто желает прийти помочь, пожалуйста, прийти. Здесь есть постоянный человек, который подскажет, что нужно сделать, чем можно помочь. 16 июля в 23 часа от Свято-Успенского монастыря начнётся крестный ход, который завершится у храма царственных страстотерпцев. В 12 ночи пройдёт великое освящение и первая божественная литургия в храме, которая проведёт митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Всех приглашаю принять участие в этих торжествах. Я думаю, что это будет очень масштабное, торжественное мероприятие. Такую значимую ночь. Я надеюсь, каждый тоже будет в духовном трепете пребывать. С 17 июля в течение 40 дней в храме каждый день утром и вечером будут проходить божественные литургии, после чего он начнёт работу по графику других саровских храмов. Двери будут открыты для всех прихожан, а в планах создать на базе храма царственных страстотерпцев культурно-просветительский центр, библиотеку и аудиотеку. Двери будут открыты для всех прихожан, Реализация инициатив запланирована на текущий год. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Аэрофлот не будет повышать стоимость билетов в Крым. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщит РИА Новости. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что этим летом из-за падения количества рейсов авиабилетов в Крым подорожают. Эксперты связывали это с открытием моста через Керченский пролив и ростом аэропортовых тарифов в Симферополе. В Сарове стартовал прием заявлений на целевое обучение в вузах-партнерах РФЦНИЕВ. Помимо самого заявления, школьникам необходимо предоставить резюме, согласие на обработку персональных данных, серокопию паспорта, а также по желанию результаты профориентационного тестирования. Документы принимают в 301-м кабинете здания УСИС по адресу улица Железнодорожная, 4. Перечни вузов, которые заключили с Ядерным центром партнерской соглашения и бланки всех необходимых документов, опубликованы на официальном сайте Департамента образования. Баскетбольный клуб «Атом» стал бронзовым призером Чемпионата России Приволжского федерального округа. Турнир завершился 3 июня в Нижнем Новгороде. Соперником нашей команды в матче за третье место стал клуб с озвученным названием «Красава» из Перми. Впрочем, это не помогло уральцам. Уверенно победив, наши баскетболисты поставили точку в своем выступлении и стали третьей по силе команды во всем Приволжском регионе. Вот уже несколько лет во второй поликлинике работает Центр здоровья. Пройти комплексное обследование, в котором может любой житель нашего города. Саровчане могут проверить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сдать лабораторные анализы, а также пройти офтальмологические исследования. Еще одно направление работы Центра – профилактические беседы со специалистами по вопросам охраны здоровья. На встрече со специалистами во вторую поликлинику Максим старается приходить регулярно. Как рассказывает мужчина, такие беседы позволяют задуматься о будущем и навсегда попрощаться с пагубными привычками. «Каждый раз такая лекция включает в голове у человека такой вот рычажок, который начинает немножко чина человека действовать в том плане, что надо что-то делать, действительно надо бросать, надо как-то стараться». Каждый участник беседы смог задать интересующие вопросы, как лучше бросить курить и куда нужно обращаться, если все-таки решился отказаться от табака. Беседу с посетителями Центра здоровья второй поликлиники провёл психиатр-нарколог Андрей Калинин. «То, что я буду рекомендовать, это будут непосредственно какие-то действия, которые нужно будет предпринять, чтобы бросить курить». Курение – один из ведущих факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Табак и смолы, входящие в состав сигарет, могут вызывать у человека серьёзные заболевания дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. «Поэтому нам бы хотелось ещё раз привлечь внимание общества к этой проблеме, помочь нашим пациентам справиться с этой пагубной привычкой и настроить их, мотивировать на здоровый образ жизни». Каждые три года саровчане в возрасте от 21 до 99 лет могут проходить диспансеризацию. Это необходимо для профилактики и диагностики хронических заболеваний. Более подробную информацию о процедуре диспансеризации можно узнать на сайте поликлиники. Главное управление ЗАГС по Нижегородской области приглашает жителей региона принять участие в конкурсе, посвящённом столетию со дня образования Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи. Победители будут определены в нескольких номинациях – эссе, фото, презентации, коллажи и картины. Подробности в следующем репортаже. «Память как машину времени способна вернуть человека на несколько десятилетий назад и вновь воскресить забытые чувства и ощущения». Вспоминаются, как правило, самые значимые события. А если открыть семейный альбом, то в памяти всплывут подробности давно минувших дней. Пётр Филиппович и Вера Корнеевна трепетно хранят несколько альбомов семейных фотографий. Вечерами супруги часто перелистывают и рассматривают старые фотокарточки. «Это же наша молодость, воспоминания, какие мы были, как мы с ней сидели под сливой, обнимались, целовались». Свадьбу они сыграли в далеком 65-м году, и первыми гостями на торжестве были их однокурсники-комсомольцы. Вновь рассматривая свой семейный архив, Пётр Филиппович и Вера Корнеевна дополняют друг друга, рассказывают историю того, как познакомились и как подавали заявление в ЗАГС. Супруги единогласно утверждают, что очень важно проводить подобные конкурсы, так как они стимулируют людей к творчеству и укрепляют семьи. «Я считаю, что, в общем-то, правильно, что современная молодежь должна всё же знать, как было в нашей жизни, какие же мы были, какие же были их деды, прадеды у многих уже». Участником конкурса «Моя комсомольская свадьба» может стать любой житель нашей области. Ограничений по возрасту или профессии нет. Воспоминания о своей комсомольской свадьбе или о свадьбах родственников, друзей можно представить в отделе ЗАГС до 30 сентября. «Данная работа может быть представлена в форме либо эссе, либо рассказ, либо кто-то из стихотворений напишет, фото, видеоматериал, презентация. Единственное обязательное условие в работе – участники должны чётко написать свои данные, фамилии, имя, отчество, год заключения своего семейного союза». Жюри будет оценивать представленные работы по нескольким критериям – обязательное соответствие тематике, оригинальность оформления материалов и творческий подход. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Каникулы у школьников только начались. И для того, чтобы три летних месяца запомнились надолго, ребята стараются занять своё свободное время интересными делами. Одни проводят его во дворе с друзьями, другие отправляются за яркими впечатлениями в лагеря с дневным пребыванием. Мальчишки и девчонки из лагеря «Искорка» дворца детского творчества стараются за время отдыха узнать как можно больше о родном городе. На этот раз ребята попробовали свои силы на скалодроме. Злата Гончарова не жалеет, что первый летний месяц она проводит в лагере «Искорка». Для неё это возможность узнать интересных людей, испытать незабываемые эмоции и открыть для себя новые места в родном городе. Вершины скалодрома она покоряет не в первый раз. После нескольких подъёмов и спусков по стене поняла, в чём прелесть этого спорта. Мне больше всего нравится залезать на скалодром, потому что, во-первых, это очень интересно, и мне кажется, что это помогает как-то развивать физическую форму. За порядком и безопасностью на экстремальном мастер-классе следят специально обученные инструкторы. Они считают, что проводить такие встречи необходимо. Скалолазы не развивают не только руки, ноги, а в комплексе тела. И дети, которые к нам ходят заниматься, все очень выносливые, крепкие, и это здорово. Мальчишки и девчонки с увлечением взбирались на отвесные стены и спускались на страховки вниз. Но больше восторгу ребят вызвал так называемый экстремальный спуск. Попробовать его на себе захотел каждый. Ты висишь на руках? Стоять до трёх и отпускай. Кирилл Ватеньев, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Спортивный зал молодёжного центра наполнился детским смехом. Лучшие спортсмены, представители детских садов нашего города, вышли на старт спортивного фестиваля «Дрозд». Ежегодный праздник физкультуры и здорового образа жизни для дошколят проходит в нашем городе уже шестой раз. Инициатором его проведения стал спортивный клуб «Панкратион». Подробности далее. Стоять! Стоять! Для того, чтобы попасть в команду, дошкольники проходят отборочные этапы, усиленно тренируются и настраиваются на победу. Впереди у ребят ещё один учебный год в стенах родного сада, после которого они отправятся в школу за знаниями. А пока, по чутким руководствам инструкторов по физическому воспитанию, они выстраиваются в ровные шеренги и готовятся защищать честь родного детского сада на городском спортивном фестивале. В этом возрасте дети, конечно, стараются показать все свои лучшие навыки, свои умения. Но мы учим их не расстраиваться, не переживать. Обязательная утренняя зарядка по утрам, физкультура в спортивном зале и на свежем воздухе не меньше двух раз в неделю. Дополнительные секции и подготовка к сдаче норматива в ГТО. Педагоги второго детского сада уделяют физическому воспитанию своих подопечных особое внимание. И эта совместная работа воспитателей, инструкторов и родителей уже даёт свои результаты. Дальше дети уже в этом году сдали нормативы по ГТО и получили золотые и серебряные значки. Полученные на тренировках в спортивных секциях навыки пригодились дошколятам на ежегодных соревнованиях «Дрозд». Ребята резво прыгали через скакалку, крутили обруч, набивали мяч и сражались за первое место в командных эстафетах. Фестиваль «Дети России. Образованные и здоровы» проходит при поддержке спортивного клуба «Панкратион». Сегодня вам предоставляется хорошая возможность продемонстрировать, какие вы смелые, ловкие, сильные ребята. И напутственные слова старших наставников были услышаны. Все спортсмены до последнего сражались за победу на каждом этапе фестиваля. И на церемонии награждения получили заслуженные дипломы и подарки из рук организаторов. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok